Добрый день, уважаемые трейдеры! Как обычно, в понедельник у нас обзор экономической ситуации. Вкратце 5-7 минут мы потратим на то, чтобы обозначить основные моменты на этой неделе, связанные с выходом макроэкономических данных, ситуацию на рынках вкратце. И вот начнем с календаря. У нас в понедельник особо важных данных нет. Завтра выйдет индекс экономических настроений по Германии, хотя такой особой важности я бы не придавал этому значению. Уже давно он не сильно влияет ни на евро, ни на какие-либо другие валютные пары, разве что может быть на индекс DAX. Среда у нас, также ее можно пропустить, хотя по Америке у нас выходят первичные данные по жилью, то есть данные по первичному рынку. Рынок жилья не представляет также интерес на данный момент для участников рынка. А вот в четверг достаточно важный день. Я бы вообще назвал четверг и пятницу единственными днями, когда макроэкономика хоть как-то может повлиять. Ну, в четверг у нас ВВП по Британии. Предварительный показатель ежегодный или ВВП в годовом исчислении ожидает, что изменится на 1,7%. В прошлый раз было 2%. Рынки уже даже приготовились к этому событию. То есть фунт потерял несколько сот пунктов. Давайте откроем график. По фунту вы видите, что было серьезное снижение. Это из-за инфляции слабее, чем ожидалось, которая вышла и часть других данных. Ну, разве что Банк Англии как раз-таки намекал на повышение ставки более серьезное, чем того ожидали финансовые рынки, но рынки пропустили это мимо ушей. Что можно ждать в четверг? Если в четверг данные выйдут выше, чем 1,7%, то это просто однозначно сигнал к покупке фунта. Вы видите, здесь пробой линии произошел. Он может быть также ложным. Наверное, самая важная зона поддержки, уровень поддержки, это все-таки 1,28%, ну или чуть ниже. Так что движение в этот район и выход хороших данных выше, чем 1,7% предварительный, можно тоже рассматривать как обычный сигнал. Что я в прошлый раз советовал на вебинаре, это присматриваться к покупкам фунта в этом районе. Цена не изменилась, она там же, даже может быть чуть выше для тех, кто покупал ровно на касание этой линии. Так что ставим стоп-лоссы ниже 1,27%, там 90% и ждем выхода данных. Что у нас еще происходит? В пятницу, нет, в четверг все-таки пропускаем опять вторичный рынок. Не особо важен вообще рынок жилья, и тем более вторичный. Вот в пятницу будут заказаны товары длительного употребления. Очень волатильный индикатор, я все время об этом говорю. Единственное, что в этот раз интересно, это действительно его волатильность. Предыдущее значение было плюс 6,5%. В этот раз ожидают минус 5,7%. Да, это минус же. Да, это минус 5,7%. Давайте уточним данные, потому что как-то не похоже на минус. Вот здесь есть альтернативный календарь экономический. Открываем эту неделю и смотрим. Да, действительно, минус 5,5%. Минус 6% ожидания. Вот было 6,5%. Так что действительно есть интрига, какими выйдут данные, такими же положительными. И рынки получат лишний драйвер для роста. Или вот оправдается прогноз рыночных аналитиков. Но опять же учтите, что индикатор изначально волатилен. И так сильно разочаровываться или удивляться отрицательным данным, таким вот отрицательным данным не стоит. Что еще хотелось бы показать? У нас фунт. Давайте переключимся. Ну, сначала евро. Переключу на дейли. Пока ничего интересного. Все в диапазоне. Удержалась линия... Устояла линия 1,17. Сейчас я найду нужный график. Да, золото практически на грани очень серьезных изменений, перемен. 1296, я бы даже сказал 1300. Округлим хороший уровень, чтобы выше этого уровня отчитывать уже бычье настроение, готовиться к покупкам или уже быть в покупках. И от сильного разворота вниз можно считать ложный пробой. Ну, я бы не стал сейчас медвежьи настроения особо прививать. Скажу, что последние события и Северная Корея, и вообще то, что творит Трамп, и слабость доллара, все это на руку золоту. И стоит ожидать, что все эти события не пройдут мимо. Золото ждет серьезное повышение. Возможно. Единственное, что я хотел бы сказать, инфляция, если она поможет золоту, тоже покажет высокие темпы, что в еврозоне, что в Штатах. А то тогда уже наверняка можно говорить о пробое уровня 1300. Но пока все шансы есть этот уровень пробить. Был ложный вынос. И все равно золото стремится вверх. Так что, скорее всего, мы пробьем этот уровень. По нефти... А, индекс S&P. Вот о чем хотел еще поговорить. Индекс S&P. Наконец-то пробил эту линию. Можно сказать, что он ее точно уже пробил. На ложные пробои это не похоже. Как минимум, мы видим один ложный пробой. И уже со второго раза удалось подтвердить пробой этой линии. Так что 2400 теперь уровень поддержки. Если его пробьем, то можно говорить о каткосрочном медвежьем рынке. А пока будем болтаться между 2400 и 2450. Потому что линия восходящая, диагональная. Снова будет выступать с сопротивлением. Мы знаем, что в последние несколько месяцев и даже лет все провалы выносят. Все уходы вниз по индексу откупаются. И очень сильно. Посмотрим, что будет на этот раз. Но, опять же, повторюсь, 2400 самый важный уровень. Только пробитие этого уровня нам даст более-менее серьезный медвежий сигнал. И, наконец, наверное, нефть. Мы говорили о том, что цены могут вернуться к уровню 48. И вот они вернулись и даже пробили 48.50. Посмотрим, как ситуация развернется с этой линией. Последние несколько недель цены на нефть очень даже неплохо ведут себя. Вот видите, у меня сколько линий нарисовано. Я-то сторонник дейли анализа. Но вот тут получилось так, что работает именно вот такой внутридневный технический графический анализ. Ну и посмотрим, как он себя поведет дальше. Пока никаких сигналов нет. После ухода выше 42, там 70-80, можно говорить о попытке дойти до 50. Если не устоим, то неохотно будем, наверное, катиться вниз. Но, опять же, все зависит от среды. У меня все. Всем удачи на рынках. Спасибо. Спасибо.